Привет ребят, с вами ТОП ДОТА и сегодня у нас новый видос. В нём я вам расскажу о трёх очень громких, интересных и иногда жёстких скандалах, связанных с доткой и с киберспортом. А тему я такую выбрал, потому что я уже делал подобные видосы и они вам всем почему-то просто очень сильно понравились. Так что почему бы и нет, гоновую часть, а ссылки на предыдущие части я закину в описании. Поехали! Начнём как обычно с самого свежего, буквально на днях все в СНГ киберспорте просто дико срались и всё по поводу комментаторства, освещения турниров и того, как же всем этим надо заниматься, а как не надо. Есть у нас в киберспорте такой человек как Снег – это можно сказать владелец Virtus.pro и прилягающих туда компаний, то есть не последний человек на СНГшной сцене, да я думаю вы сами о нём краем уха дослышали. Так вот. Он недавно устроил подкаст, на который пригласил Вилата с Каспером и стал там с ними обсуждать то, как же они херово работают. Да, по-моему просто отличная идея. Конечно он говорил не конкретно про них, а про СНГшных кто-то комментаторов в целом, но и о них конечно же в частности. При этом ничего дельного он в беседу не привносил, но вопрос отвечал размыто и в общем-то был откровенно не подготовлен и не разбирался в той теме, на которую сам предложил поговорить. По итогу в твиттерах началась чуть ли не война, все начали друг друга хейтить, сарказмировать и показывать своё нечеловеческое остроумие. То есть дотерский СНГ твиттер на несколько дней реально превратился в лютую помойку и мне даже влом всё это скринить для видоса, но я постараюсь себя пересилить. Что самое интересное, по итогу ничего так и не изменилось. Все остались при своих мнениях, зато половина тусовки перессорилась. Пока непонятно как всё отразится на СНГ доте, но может быть всякое. Возможно, что снег вообще долбанётся и начнёт пропихивать каких-то своих комментаторов и не давать покоя нынешним кастерам. Как бы там ни было, через некоторое время мы всё узнаем. А если вам эта тема очень уж интересна и прямо сейчас, то я оставлю в описании ссылку на подробную статью со всей истории этого конфликта. Так что если хотите, то заходите и читайте. Ну а видос мы продолжим конфликтом в Team Secret между Артизией Куроки, который разгорелся в августе 2015го. Кстати, довольно забавно, что в Сикретах постоянно творится какая-то диковинная дичь. Как вы помните, я недавно рассказывал про Пупея, который предлагал своим тиммейтам драться на кулаках, кидал наушники в монитор и по-жесткому бухал на буткемпах. А теперь вот расскажу ещё кое-что и опять про всё ту же Тиму. И по-моему с ней явно что-то не так. Но в этот раз всё дело пошло после того, как Сикреты, в которых тогда состояли оба игрока, жёстко слили каточку против Виртусов. И надо сказать, что на те времена это была полнейшая дичь, потому что Сикреты были одной из сильнейших команд мира, а Виртуса считались теми ещё бомжами. Ну и после такого недурного слива у многих бомбанул Пукан. Например, у Артизика, который начал поливать куроки и ливнул с команды. В Твиттерах были просто тонны говна с обеих сторон. Артур называл Кура неадекватом, который не признаёт свои недостатки, считает себя идеальным игроком и не хочет ни над чем работать. Ну а Кура в ответ говорил, что Артизи ведёт себя как ребёнок и всё это детские выходки. Как бы там ни было на самом деле, в итоге очень многие поддержали Артурку и зафлеймили Кура, что лично для меня было, например, полнейшей неожиданностью. Ну и как следствие Тима можно сказать распалась, потому что дальше так жить игроки не могли. Артизи свалил в ЕГЭ, откуда он собственно и пришёл, а Кура основал Тим Ликвид. И как мы можем заметить, на последнем Инте ЕГЭ заняли третье место, а вот Ликвиды только седьмое-восьмое, что конечно же не может не наталкивать на мысли о том, что Артизи таки был прав и не зря всё это развёл. Походу Кура реально не самый классный чувак, хотя по нему и не скажешь. Ну и закончим мы сегодня не самой весёлой, но пожалуй самой жёсткой историей. Она уже даже не из Доты, а из Лола и фигурируют в ней корейские плееры. Как вы знаете, в Корее Киберспорт признан на государственном уровне и там с этим делом всё очень серьёзно. Там куча крутых старкрафтеров, хардстоунчиков, лолеров и так далее. Так вот один игрок в League of Legends как раз и стал главным героем этой повести. И он… выбросился с окна двенадцатого этажа. Вы наверное спросите почему? Да потому что тренер команды принуждал игроков катать подставные матчи, то есть намеренно сливать их, чтобы зарабатывать при этом на ставках против себя. И надо сказать, что это не хилое такое психологическое давление, которое не очень-то просто пережить. С подставными матчами вы все очень хорошо знакомы после истории с соло. Но вот в Корее с такими штуками всё очень строго, и там за 3д2 в киберспорте могут не просто сделать смешные мимосы, как у нас про соло, там могут даже и посадить в тюрьму на пару лет. И я говорю вполне серьёзно, такие случаи действительно были. Ну и этот челик, никунёк кстати промис, походу не выдержал всей этой жести и решил, так сказать, заданайться в реальной жизни. Но к счастью или к несчастью для него, он всё-таки выжил, хотя и выпал аж с 12 этажа, ну и надеюсь, что ублюдок-тренер не вышел из этой ситуации безнаказанным, потому что это уже не шутки и за такое точно надо как-то наказывать. Да ещё и за подталкивание к суициду, кстати, такая статейка тоже есть. Ну и на этом всё, спасибо, что смотрели, надеюсь вам понравилось, ну и не забывайте подписываться, ставить лукасы и смотреть предыдущие ролики. Субтитры сделал DimaTorzok